Привет, любимые мои. Нелли, как перестать стесняться своего волосатого торса и крути? Я вот замечала, что большинству девушек это совсем не нравится. И у меня было такое, что во время секса девушка говорила, ой, ты такой волосатый. И все. Больше я ее никогда не видел. То есть повторной встречи, повторного секса у нас не было. Задали мне такой вопрос. Не помню, то ли на ютуб, то ли в телеге. Кстати, кто еще не подписался на мой телеграм, ссылка под видео в описании и в подсказках. Переходите, пожалуйста. Я там поднимаю более интимные темы, чем могу позволить себе здесь на ютуб из-за цензуры. Так вот, по поводу торса. Я очень сильно сомневаюсь, что со всеми девушками у вас не складывается из-за волосатого торса. Да, действительно. И по моим опросам в телеграм, и вообще в целом, есть такая тенденция, что большинство девушек предпочли бы все-таки мужчину без волос. Но даже по тем же опросам в телеграм, вот какая-то часть девушек, процентов, по-моему, 20-30, очень жестко стоит на том, что нет, вот мне только без волосового при любых обстоятельствах. Вот какой бы он прекрасный человек не был, какой бы прекрасный секс не был, но он обязательно должен быть без волос, чтобы я пошла с ним в какие-то отношения или какую-то неодноразовую историю. Ну или вообще дошла с ним до секса, потому что, ну, кто-то может даже до секса не дойти, потому что волосы есть. Но точно также есть часть женщин, их точно не меньше 20%, у которых фетиш именно на волосатый торс. И, кстати, я отношусь к таким женщинам. Я как раз из тех, которые на сайтах знакомств и в анкетах писали, ну, что я ищу, какие-то предпочтительные качества у мужчины, это желательно, наличие волосатого торса. И также я могла в общении, в переписке уточнить, а у тебя торс волосатый, потому что, ну, мне предпочтительнее, чтобы он был волосатый. Но, конечно же, если бы мне встретился мужчина, который мне безумно понравился внешне, с которым мне было бы очень интересно общаться, и вот как-то оно забурлило-забурлило, и секс прекрасный, ну, наверное, я бы сделала скидку на торс, и если бы у него вообще не было никакой растительности, я бы с ним пошла в отношения. Поэтому я делаю акцент на том, что все-таки человек важнее. И вот в этих опросах, да, вот часть женщин предпочли бы безволосого, какой-то процент все-таки настаивать на том, что нет, дайте мне волосатого. А остальная часть женщин ответили, «Мне все равно, лишь бы человек был хороший». Или вот еще такие были ответы, ну, конечно, лучше было бы без волос или с минимальной растительностью, ну, то есть там на груди чуть-чуть. Но в целом, если человек хороший, я бы рассмотрела уже вариант и с волосатым торсом тоже. Поэтому человеческий фактор, он всегда играет роль большую, чем какие-то вот такие вот внешние, внешние особенности. Особенно, когда речь идет о женщинах. Женщины могут какую угодно себе рисовать внешность, а потом влюбляются, выходят замуж, рожают детей, живут с мужчинами, ну, очень часто далеко не соответствующими вот тем, каким-то принцам, которых они в голове себе нарисовали. Потому что, как показывает практика, каким бы ни был восхитительным секс, каким бы ни был красивым мужчина, но для отношений, именно для отношений в долгую, намного важнее другие параметры. И вот девушка, которая уже обожглась несколько раз, выбирая себе мужчину по внешности, и по каким-то вот, отсеивая по каким-то внешним параметрам, там, вот только без волосых мне, или только волосатых, она потом понимает, на что нужно обращать внимание. Она старается обращать внимание больше именно на человеческие качества этого мужчины. Ну, пока она молодая, зеленая, она там, да, себе рисует. Чтобы у него был рост метр девяносто, голубые там глаза или зеленые, безволосый торст, кубики пресса, еще какая-нибудь ерунда. Ну, потом, конечно, уже с возрастом понимаешь, не-не-не. Главное, чтобы не пил, не курил, не бил, работал, не обязательно миллионы зарабатывал, но чтобы хотя бы стабильно работал, хотя бы не жил на зарплату жены, да, девочки, вот подтвердите. Вот эти все розовые фантазии, они так очень приземляют, очень приземляют. И рост можно, в принципе, такой же, как у меня, можно даже на пару сантиметров ниже. И, кстати, вот я читаю одного блогера, она, помню, очень категорично всегда высказывалась по поводу волосатости. Вот она всегда так в своих постах, что вот она не любит волосатость, когда она описывала какие-то свои секс-приключения, ну, пока она была в поиске, пока она познакомилась с разными мужчинами. И она с таким восхищением описывала безволосые торсы, как она наслаждалась этим безволосым телом. Ну, и явно было видно, что вот для нее это очень важно, чтобы на мужчине не было лишнего растительности. И что вы думаете? Вот она была какое-то время без отношений, во всего-то она мужчин перебирала, перебирала, достаточно, ну, не помню, год или полтора, может быть, до двух максимум лет, не помню точную цифру, вот после того, как с мужем развелась. И тут у нее завязываются отношения, и в какой-то момент она, наконец-то, начинает публиковать фотографии этого мужчины в том числе. Все, в блоке. И что вы думаете? Он очень волосатый мужчина. Вот прям очень. Ну, я понимаю, что это классно, что он волосатый, потому что как раз есть закономерность, что вот если волосатый, то большей вероятностью, что он будет темпераментный, высокий тестостерон, и вот очень много секса. Безволосые тоже, кстати, могут быть темпераментными и способными на много секса, но по безволосым так сразу не поймешь, понимаете? И проверять надо обязательно. А вот если волосатый, то там почти гарантия. Но у волосатых, кстати, еще может скорострельность тоже быть как раз в связи с вот этой повышенной такой вот активностью. Они могут много раз в день возбудиться, но очень быстро закончить. Вот это такое неудобство. И бывает, что им нужно будет как-то приучать себя, как пролонгировать половой акт и дольше не кончать. То есть такая проблема у них тоже существует. Так вот, и она вот уже какое-то время с ним в отношениях. Ну и более-менее пока длятся отношения. Она в нем души не чает. Секс восхитительный. Все не мешает ей больше. Его волосатый торс не мешают его волосы на груди. Она все равно его выбрала. Потому что как бы она не перебирала этих мужчин, ну не складывались. Ну что-то по параметрам не подходило для отношений с теми безволосыми, которые ей попадались. Поэтому если ваши девушки после секса пропадают, то вероятнее всего вы их в целом чем-то не устроили. Им не захотелось на вторую встречу, но по причине вашего безволосого торса это будет процентов 20-30 женщин, не больше. Вот остальные 70% исчезли из вашей жизни и с ними не получилось ничего повторить по каким-то другим причинам. Что-то другое пошло не так. Не знаю что. Может какой-то запах у вас не такой. Может моетесь вы плохо. Кстати, вот да, волосатые мужчины, им нужно действительно намного тщательнее следить за собой, как они моются, как они вымываются. Покупать какие-то особые средства для мытья всего себя. Пользоваться, может быть, какими-то парфюмами. Ну то есть может быть в этом какая-то проблема. Ну я не знаю точно. Может быть в самом сексе что-то не так. Может быть слишком быстро вы заканчивали. Ей не хватило. Может вы куни не делаете. А ей хотелось куни. Ну хотя тоже все 100% женщин из-за куни не уйдут. Потому что есть часть женщин, которым куни не нужен. Да? То какой-то процент остался. Может быть вы как-то вели себя не по-джентльменски. Может еще что-то ей не понравилось. Может ей что-то в вашей квартире не понравилось. Может вы сказанули что-то не то. Может после секса вы как-то не так себя вели, как нужно. Ну то есть какие угодно могут быть причины. Но не может такого быть, что все 100% женщин ушли от вас из-за волосатого торса. Поэтому просто задумайтесь и хорошо подумайте. Что еще? Не ищите причину в волосатом торсе. Не может такого быть, что вот только из этого. Как бы какие бы особенности у нас телесные не были, всегда найдутся люди, у которых есть фетиш на наши особенности. Вот например, сейчас в моде вот это силиконовые шарики. Ну потому что напорно все воспитываются. И вот там показывают весь этот стандарт. И начинается с подросткового возраста зацикливание на такой форме. Но тем не менее, даже сейчас все равно существуют мужчины, у которых может быть изначальный фетиш на обвисшую грудь, на ушки спаниеля. Которые все так ругают. Женщины очень расстраиваются, что у них такая грудь. Переживают, бегут делать себе пластику. Хотя на самом деле, всегда есть процент мужчин, которых возбуждает именно отвисшая форма. И намного лучше для здоровья найти такого мужчину, чем вставлять себе импланты. Ну конечно, вот эти шарики привлекут большее количество мужчин. Ну сколько вам тех мужчин нужно? То же самое, как с волосатым торсом. Вы всегда найдете женщину, которой нравится волосатый торс. И вот сколько раз я говорила, что есть люди, которые помешаны на куне, есть люди, которым не нравится куне или минет. Им нужно просто найти друг друга. Они есть, просто их меньше. Вот есть большинство, вот как нравится большинству. Да, у них может быть чуть-чуть легче, больше шансов в чем-то сойтись. А есть меньшинство. Но на 5% женщин, которые не любят куни, всегда есть 5% мужчин, которые тоже не любят куни ни при каких обстоятельствах. Все, они нашли друг друга. То же самое с минетом. Есть 5% женщин, которые ни при каких обстоятельствах не делают минет. Им нужно просто найти те 5% мужчин, которые тоже не любят минет. Прикиньте, такие мужчины есть. Сколько бы я ни проводила опросов, всегда есть 5% мужчин, которым не нужен минет. А сколько женщин страдает из-за того, что всем мужчинам, да не нужен всем, 95% он вам нужен. Но это значит, что у вас целых 5 мужиков из 100 есть на выбор, которым не нужно. А из 1000 это уже 50, а из 10 тысяч это уже 500. Все, нормальный выбор. Понимаете? И так во всем, во всем. Есть фетиш на целлюлит, есть фетиш на растяжки, есть фетиш на шрамы. Прикиньте, да, вы на все есть. И, кстати, я недавно смотрела какого-то ученого, по-моему, биохимик. Там разговаривает про биохимию влюбленности. И он сказал такую очень интересную мысль, с которой я хочу с вами здесь поделиться. Так вот, он сказал о том, что люди – это достаточно непереборчивый вид. То есть мы люди непереборчивые в поиске сексуального партнера. Наша биохимия так запрограммирована, что мы примерно из 50, из 100 человек уже кого-нибудь себе довыберем. То есть мы не очень сильно перебираем. Почему так? Потому что мы жили вот такими группами издревле по 50-60 человек, ну до 100 человек. И вот такими группками, поселениями жили. И нужно было в пределах этой группы уже найти какого-то человека, в него влюбиться, ну то есть должна запуститься вся эта биохимия, привлечь и размножиться. Вот поэтому, когда мы начинаем поиск и перебираем каких-то людей, причем речь идет вообще в принципе о любых людях, какие-то соседи, с которыми вы каждый день ездите в лифте, какие-то люди, которых вы каждый день видите возле подъезда, какие-то коллеги по работе. Ну то есть в этот список 50-60 человек, из которых вы выбираете себе партнера, входят любые люди, с которыми вы более-менее, ну как-то регулярно контактируете, либо может быть и нерегулярно, но вот вас человек очень сильно привлек. Вы идете где-то по улице, и вот он как-то очень запал в ваше сознание, да, очень привлек ваше внимание, вот его тоже можно засчитать. То есть пошла какая-то реакция на него. И мы как бы нетерпеливы в этом плане. Мы вот уже просмотрели 50 вариантов, и наша биохимия требует, ну все же, все же, давай уже выбирай кого-нибудь, влюбляйся побыстрее, давай размножаться, ну сколько же можно выбирать. И все, и мы берем там, очаровываемся, закрываем глаза на недостатки, и уже ждем вот чего-то такого неземного от этих отношений, которые мы выбрали. И не важно, что у нас там совершенно не совпадают темпераменты, не важно, что у нас еще там куча всего не совпадает, в сексе у нас все разное, и мы хотим разного. Но пока вот эти гормончики бурлят, пока биохимия работает, у природы есть шанс нас размножить. Этого достаточно. И как раз вот к этой теме я о чем хочу вам сказать, что сейчас благодаря интернету у нас появилась огромная возможность выбора. И есть возможность настроить вот эти настройки выбора, не останавливаться побыстрее на тех вариантах, которые нас не устраивают, когда не твой человек, а ты уже влюбился. Потому что вот природа требует, хоре, все, 50-й вариант берем. Вот согласитесь, вот примерно же так мы и влюбляемся. Мы просто устаем искать. Просто наша природа требует, чтобы мы уже вот перестали искать. Все, хватит, хватит выбирать. Но если чуть-чуть дольше выбирать, чуть-чуть по целенаправлению выбирать, нормально озвучить свои критерии. Вот вы хотите девушку, которую устраивает волосатый торс. Так разместите у себя в анкете какие-то фотографии, на которых хотя бы рубашка вот так вот расстегнута. Ну или пусть она расстегнута на все пуговицы, да, допустим, чтобы видно было и торс и живот. Я, кстати, не советую мужчинам голые торсы на сайтах знакомств выкладывать. Например, меня такие фотографии отталкивают, да, несмотря на то, что я моральная штучка, свингер, веду такую активную сексуальную жизнь, часто с кем-то знакомлюсь. Но, тем не менее, даже когда я ищу партнеров для свинга, на сайтах знакомств фотографии на пляже, в трусах, возле каких-то бассейнов, ну вообще вот таких обнаженных, ну в смысле в одних трусах мужчин, меня отталкивают. Ну вот как-то, даже если я для свинга еще человека, поэтому я бы вам рекомендовала просто расстегнуть рубашку или хотя бы глубоко, или вот полностью, но не раскрывать ее, а так, чтобы просто видна была вот эта полосочка, что у вас волосатая грудь, волосатый торс. А, или еще, знаете, как можно, в принципе, одну какую-то фотографию, такую ненавязчивую, с волосатого, ну на пляже где-то или у моря поставить, но если это будет одна фотография в череде других многих одетых, вот тогда еще нормально. Я вот вспомнила, у меня, кстати, у второго мужа в анкете была фотография одна, единственная, он возле реки был сфотографирован, он как бы вот снизу вверх поднимался, и вот как-то так чуть-чуть с холма был сфотографирован, то есть там толком трусов вот этих не было видно и ног не было видно, но были как раз видны плечи и его волосатый торс. А у меня же фетиш на это, мне как раз привлекла тогда эта фотография, и когда-то классно взгляд его смотрел, в общем, какая-то такая интересная фотография получилась. Вот эта фотография меня не оттолкнула, но в большинстве своем случаев меня отталкивают вот эти все мужчины в кроватях, вот эти голые мужчины в кроватях, это тоже капец. Но у него все, это была единственная такая фотография, у него было в принципе много фотографий, и уже все остальные фотографии были одетыми, и они были в очень разных локациях, в очень разных. Может быть, из-за этого еще сыграла роль, потому что, да, я вот так вспоминаю, есть мужчины, у которых действительно где-то какая-то фотография на пляже проскакивает, но она, во-первых, не стоит на аватарке, и она одна из многих. А есть мужики, у которых одна фотография, и та на пляже, или в кровати, или все две-три на пляже, ну такое себе. Хотя, может, мне просто эти мужчины не понравились, вот поэтому меня отталкивают их фотографии обнаженные, как вы думаете? Да, и таким образом, если уже женщина с вами общается, переписывается, после того, как она видела, что у вас торс волосатый, значит, ей как раз это нравится. Она уже знает, ну, с кем она переписывается. Не надо его прятать. Покажите ей свой торс. И все будет, ну, вы, по крайней мере, сразу же отсеете вот тех женщин, которые категорически не хотят даже встречаться с волосатым. И вы не будете испытывать вот это разочарование, что вот, у меня с ней секс случился, а она больше меня видеть не хочет. Ну, как так? И вы, по крайней мере, уже точно будете знать, что вот сейчас вы выцепили вот как раз те 30% женщин, у которых фетиш на волосатый торс. Либо женщин, которые, ну, ладно, конечно, волосатый торс – это не очень хорошо, но давай-ка я с ним пообщаюсь. Может, он человек хороший. Ну, допустим, лицо понравилось, анкета понравилась. Окей, давайте пообщаемся, посмотрим дальше. Вот как-то так. Так, я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос и донесла свою мысль, да, то есть у меня было две мысли, или даже три. Первая мысль – это то, что на любую физиологическую особенность найдутся свои фетишисты и фетишистки. Всегда найдутся люди, которым мы нравимся такими, какие мы есть. Всегда. Это первый пункт. Второй пункт. Мы не очень переборчивый вид. Мы привыкли довольствоваться малым и слишком быстро включаем влюбленность, уговаривая себя на то, что нам не подходит. Вот нужно об этом помнить и, ну, постараться донастроить свой выбор, четче описать критерии. Что вот я ищу женщину, которая устраивает мой волосатый торс. Все. Все остальные женщины лесом. До свидания. Невозможно нравиться всем. Не бывает такого. Дальше. И третья мысль. Какая у меня была третья? А, третья мысль была о том, что, так покажите заранее ваш волосатый торс. Еще до встречи. Чтобы женщина знала, что ее ждет. Если это точно неприемлемо, то и не надо с ней продолжать. Ну, зачем тратить на это время, эмоции, ожидания какие-то. А потом разочаровываться. И писать мне, а от меня все девушки сбегают. Ну, и вы тогда уже точно поймете, что все, волосатый торс тут ни при чем. Вам надо работать над какими-то другими параметрами. Они все сбегают по какой-то другой причине от вас. Ну, они и так от вас сбегают по другой причине. Я это даже без разбора знаю. Потому что не бывает такого, что все 100% женщин сбежали только из-за волосатого торса. Ну, не бывает. Не бывает. Никакая теора вероятности не выдерживает этого. Не может такого быть, что вам не встретились 30% фетишисток. Или вот те 30-40% женщин, которым, в принципе, не очень сильно важно какой там торс. Пишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу в комментариях. И мне будет очень интересно послушать ваше мнение. С какими комплексами вы сталкивались? Ну, если нужно будет, я, может быть, еще какие-то видео сниму как раз по поводу комплексов. Кстати, может записать видео про какие-то мои комплексы? Какие у меня вообще были комплексы в жизни? Как я их преодолевала? Как я с ними работала? Ну, нужно такое видео. Вам интересно это будет? Ну, потому что эти комплексы, ну, может быть, какие-то из них будут связаны с внешностью, но с сексом. Прикиньте, у меня не было комплексов с сексом. Или были. Ну, ладно, я повспоминаю, подумаю. Повспоминаю. В общем, напишите, нужно ли видео про мои личные комплексы. И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ставить мне лайки. Ссылка на телеграм под видео в описании. Я всех люблю. Целую. Пока-пока.